Всем привет! Меня зовут Игорь Леичев, и это мой первый видеообзор набора, номер которого 7930, под названием Штурмовый корабль Баунти Хантер. Извините, но инструкцию я вам показать не могу, так как у меня слишком много инструкции, я ее не могу найти. Начнем с мини-фигурок. Первая мини-фигурка это у нас Суги. Как вы видите, спереди и сзади на голове и одежде присутствует рисунок. Не поленились, напечатали. Вот, ну в принципе очень даже похоже на Суги из мультфильма. Из оружия у нее бластер, как у всех клонов, знаете. Вот, и нож. Такая вот у меня фигура. Следующий это Ассасин Дроид. Ничем не отличается от дроидов из батлпака 2009. Перейдем к Эмбо. Вот такой вот, ну, мне нравится больше всех, но это не лучшая фигурка. Мне он больше нравится больше всех в этом наборе. Вот, спереди и сзади и на голове и на одежде есть. На ногах тоже есть. Молодцы, в принципе, разработчики. Вот шляпка такая у него. И арбалет, как у Чубаки. Все знают, кто такой Чубака. Я думаю. Ну, это Вуки. Вот, самая лучшая. Мне Эмбо нравится, конечно, больше. Но это самая лучшая мини-фигурка. Это Аура Синг. Самое интересное у нее это волосы. Таких волос, я думаю, ни в одном наборе, по крайней мере, Лего Старварс это точно, не встречалось таких волос. Спереди и сзади напечатан рисунок на голове. Один рисунок. Вот лицо только. И на ногах тоже присутствует. Да, и кстати, вот, попрошу не путать, пожалуйста, бластеры. Видите, у нее совсем другие бластеры. Не такие, как у командиров-клонов. Сейчас я вам покажу, какие. Вот такие бластеры у командиров-клонов. У нее совсем другой бластер. У него присутствует прицел. И он побольше, в принципе. Я думаю. Вот. Можете сравнить. А, пофиг. Все. По человечкам все. А, ну я еще думаю, что могли, в принципе, сделать еще второй костюм. Потому что, когда все думали, что она умерла, она появилась в совсем другом костюме. Он был какой-то красный вроде бы. И у нее лицо там, какие-то у нее рисунки были на лице. Перейдем к своему набору. Так, начиная с кабины пилота. Крыша открывается. Вот. Внутреннюю систему продемонстрирую. Двери тоже открываются. Вот. В крыше вы можете хранить... Сейчас, подождите. Вот так вот покажу. Видите, вот потайной отсек, как бы так сказать. В крыше. Здесь можно хранить оружие. Человечек легко садится в кабину. Сейчас. Посадим эмбо. Вот. Видите, наверное, вон. Эмбо. Также сбоку присутствует отсек, в котором можно перевозить заключенных, которых поймали охотники за головами. Вот здесь вот. Ну, давайте посадим туда суги. А это, например. Вот. Все. Влезает. Видите? Тут сзади можно открыть, посмотреть, кого поймали. Пушки двигаются, конечно же. Вот так вот. В кабине пилота вроде как я вам все рассказал. Перейдем к следующему. Сейчас, подождите. Я камеру приподниму немножко. Вот так вот. Все. Так. Я наконец оставлю турбины. Это самое интересное. Пока что я вам расскажу про корпус. Не знаю, как лучше у меня. Не очень ходит. Ну, вот так вот. Вот. Пушки, они, конечно же, вот так вот двигаются. Почти 180 градусов в вашем распоряжении. Стреляйте. Вот. Также здесь присутствует... Это открепляется. Это ящичек, в котором находится какая-то голограмма. Ну, я так думаю, что это голограмма. Но, если это не голограмма, пожалуйста, напишите в комментариях, что это такое. Я вообще не могу понять, что это. Ну, синяя ничего не может быть, кроме как голограмма. Ну, и что-то вроде пульта управления. Не знаю, что это. Тоже, если знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот. Ну, все. По корпусу самому я вам все рассказал. Вот. Теперь перейдем к самому интересному. Это турбины. Если вы возьметесь за хвостовую часть и легким движением руки... Так вот вперед ее надаете, турбины у вас поднимутся. И вы перейдете в режим полета. Так вот все выглядит. В принципе, так-то очень даже красиво. Также движением руки обратно можете передвинуть хвостовую часть. Турбины придут в положение стоянки. Вот. Единственный недочет. Это то, что нельзя зафиксировать положение турбин. Ну, в смысле, что нельзя... Если отпустить, то, видите, они падают немного. Вот. Это минус. Но лично, если вы очень уж вам надо, чтобы фиксировалось, то я советую вам брать плоскую такую детальку. Знаете, вот, извините, я забыла ее приготовить. Два на четыре деталька. И вот сюда вот так вот прикрепляете. Вот так вот. Вот так же и при стоянке. Просто вот здесь вот сторона, где два, она как бы так будет. Два на четыре вот так вот будет. Прикрепляете. И все. Она вот сдержится. В принципе, красивенький набор. Мне нравится. Вот наклейки здесь. На турбинах присутствуют наклейки. Сзади. И вот наклейки, собственно говоря. Здесь тоже. Он не оснащен ракетами. Ну, то есть он не может стрелять. По набору это, в принципе, все, да. Я вам все рассказал. Ну вот. Скажите, пожалуйста, стоит ли мне продолжать снимать обзоры? Если стоит, то напишите в комментариях, на какой набор мне дальше снять обзор. Вот. Я и сделаю. Всем спасибо. С вами был Ильич Игорь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok